Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как построить график функции f от x в Excel. Итак, как видите, у меня есть значения x, они обозначены синим цветом. Значит, они варьируются от минус 9 до 9. И значения f от x. В f от x у меня будет x квадрат. Значит, как видите, они обозначены красным цветом. Итак, сразу же скажу, чтобы построить, значит, чтобы Excel рассчитал значение x квадрат, надо поставить равно, потом выбрать значение, которое мы хотим возвести в квадрат, потом поставить вот такую, значит, галочку, и, что будет означать степень, и выбрать степень, которую нам надо. В данном случае 2. Нажать Enter, и, как видите, Excel посчитал сам значение x квадрат. для значения 9. Также у меня сделано для каждого значения, значит, минус 9, минус 8 и так далее. Итак, для того, чтобы построить функцию f от x, надо нажать вставку, выбрать график, нажать все типы графиков, и, соответственно, выбрать точечный тип. Далее заходим, нажимаем правой кнопкой на область графика, нажимаем выбрать данные, и нажимаем следующее, добавить, и, значит, выбираем, здесь мы назовем как-нибудь, допустим, график функции x квадрат. Далее выбираем значение, нажимаем на вот эту кнопку, и просто левой кнопкой нажимаем, зажимаем ее, и ведем до конца значения x. Отпускаем, нажимаем теперь вот на эту кнопку, загрузить, и далее выбираем значение y. Тут вот это нам надо будет стереть, вот то, что вот здесь. Нажимаем escape, выделяем, нажимаем escape, далее опять же нажимаем эту кнопку и выбираем значение y. Также зажимаем левую кнопку, введем до конечного значения, отпускаем и нажимаем загрузить. Далее нажимаем ok, ok, и, как видите, у нас есть график функции, который называется график функции x квадрат. И, как видите, значит, мало того, что график функции нарисовал точки, он еще их и соединил. Вот так красиво выглядит график. Потом показал, что наше значение от минус 10 до 10, и так далее. Теперь мы можем эту картинку куда-нибудь сохранить, допустим, нажав на нее правой кнопкой, нажать копировать и вставить куда-нибудь в Word, в файл Word. И нажимаем правой кнопкой, опять нажимаем вставить. И, как видите, вот наш график вставился. Тут мы его можем масштабировать, то есть это не просто картинка, это как бы происходит постоянно перерасчет вот этих вот масштабов и так далее. Надеюсь, видео было полезно. Всего доброго, до свидания.